Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в библиотеке Гоголя на проекте «Безумные 60-е». В центре внимания нашего проекта зарубежная культура 60-х годов, а именно литература, популярная академическая музыка, кинематограф, театр, субкультуры и моды этого безумного времени. Разрешите представить вам нашего лектора. Вадим Игоревич Максимов сегодня расскажет нам о театре 60-х годов. Это пятая лекция в рамках проекта. Всем приятного вечера! Здравствуйте! Так правильно я говорю, да? Все слышно, громче можно, тише. Все хорошо? Так, значит, вот то, что вы видели сейчас в начале, это отрывки из спектакля Питера Брука «Король льв», поставленного в 962 году. Но, кстати, сказать, раз уж мы произнесли слово «королевание Шекспир», уместно, наверное, будет напомнить, что вот как раз вчера, сегодня у нас 24-е число, исполнилось 400 лет, вот ровно 400 лет, как умер Шекспир. И, кроме того, если еще учесть, что он и родился 23 апреля 1564 года, то мы, вероятно, не случайно собрались и в веселые. Это спектакль, который характерен для 60-х годов. Это один из самых громких, самых известных в мире спектаклей 60-х годов. И, тем не менее, мы его будем рассматривать скорее не как спектакль 60-х, а как итог 50-х годов. И вот этот переход и в творчестве Брука, и всех остальных режиссеров мы как раз попробуем увидеть. Ну и поэтому, прежде чем перейти к спектаклю, мы в основном будем рассматривать спектакли основных режиссеров европейских 60-х годов, конечно, я вынужден охарактеризовать в целом эпоху 60-х, их уникальное место и отличие от... То есть в чем, собственно, переход, что, собственно, изменилось, что такое условно 50-е, что такое условно 60-е годы. Тем более, вероятно, присутствующие как раз в этом цикле уже имеют информацию о прошлых темах. А я в данном случае буду, так сказать, импровизировать, но понятно, что любое явление, театральное или политическое, все рассматриваются в неком общем контексте. Режим, значит, у нас будет такой, к основным спектаклям будут слайды. Я, в общем-то, осознаю вполне бессмысленность показа вообще отрывков спектаклей, потому что это нужно... Отрывок вряд ли дает представление о спектакле, но потому он и спектакль, что это не кино, да, в общем-то дело. Поэтому иногда он только спевает. Поэтому как раз отрывков не будет. Вот вначале мы посмотрели и забыли. Вот все, что вы видели, вы теперь можете забыть. Потому что иногда на словах, оказывается, более убедительно сказать, чем то, что мы увидим. А вот картинки будем потом вспоминать, ну, опять же, лица, которые были связаны с этим юридом. Вот. Теперь, значит, все-таки, вот что такое, если мы говорим 60-е годы, да, то есть есть какой-то срез, значит, нужно понять, в чем его уникальность. Ну, я бы здесь обозначил... Значит, естественно, я буду, так сказать, не развивать темы, а просто обозначать, чтобы потом вот в это вот запихнули, так сказать, целый ряд спектаклей. Понятно, что что-то требует, может быть, какого-то объяснения. Я надеюсь, что те моменты, которые требуют какого-то размышления, к ним можно будет вернуться уже после вот основной части лекции, мне кажется, этим продуктивным, чтобы нам, естественно, как можно быстрее все-таки перейти к спектаклю. Если определить одним словом, то 60-е годы – это переход от модернизма к постмодернизму. И вот в этом смысле это совершенно такое глобальное явление, и это, так сказать, эпоха кризиса. Только кризис не в смысле, что плохо, а кризис – это когда борется одна формация с другой формацией. Вот в этом смысле идет модернизм, явление, которое определяло конец XIX века, рубеж веков, и вот, по крайней мере, первую половину. Опять-таки, я неслучайно вынужден уточнять какие-то термины, потому что мы очень часто, кроме того, существует, скажем, французская терминология, англо-американская терминология и русская, которая немножко, так сказать, сама по себе. По крайней мере, даже между этими тремя тоже не всегда удается договориться. Так вот, смена авангардных модернистских направлений, которые происходят в течение почти века. После 60-х годов, опять же, естественно, этот переход длиннее, но вот в 60-е годы он очевиден. Все меняется. Меняется в том смысле, что вот эпоха модернизма, в которой мы находимся, здесь нет уже этого чередования эпох, чередования художественных направлений, чередования философий. В том-то и дело, что это понятно, что постмодернизм – это не направление, это именно мировоззрение, которое включает в себя параллельное развитие множественности направлений. И, с другой стороны, я просто отмечу главную черту, потому что понятно, что это отдельный разговор по поводу модернизма и постмодернизма, но в том-то и дело, что неотъемлемым явлением модернизма в целом является возникновение вот такого феномена, как, собственно, модернистских, новаторских художественных направлений и возникновение массовой культуры. Массовой культуры как противовеса тому, что стремительность возникновения новых направлений оказывается недоступна широкой массе зрителей. Вот я как бы главный момент этого отметил. В постмодернизме эта ситуация, ну, по крайней мере, ставится задача эту ситуацию преодолеть, преодолеть вот этот разрыв. Поэтому, предположим, Умберто Эко, он, так сказать, такой очень элитарный, тонкий философ, но при этом он пишет, так сказать, раз в 10 лет писал уже, извините, романы, которые предназначены для широкого читателя. Вот этот момент сращивали. В модернизме такого нет, в постмодернизме такого полно. Вот, значит, это один момент по поводу, вот, собственно, этого перехода. Другой момент, ну, я бы так сказал, что это последняя в политическом смысле революционная ситуация в Европе. То есть революционная ситуация в прямом смысле этого слова. То есть понятно, что некие политические обострения мы можем наблюдать постоянно. А революционная ситуация в смысле борьбы классов. Не важно, что в данном случае подразумевать под классами, но, собственно говоря, вот весь этот процесс, который там начался еще в середине 19 века, вот он, в общем-то, получил свое завершение как раз в 60-е годы. Когда столкновение происходит не на каком-то локальном участке, вот это социальное столкновение, то есть оно не связано с какими-то отдельными группами, оно имеет именно всеобщий характер. Чаще всего это определяется как конфликт поколений. Ну, что такое конфликт поколений? Понятно же, что это тоже своего рода метафора. То есть те ценности, которые возникают у молодежи 60-х, они полностью противоречат той культуре, которая, условно, называется буржуазной. Хотя, опять-таки, это уже, собственно, лимитант. Но то, что... То есть, на самом деле, дело, естественно, не в поколении. Дело все в том, что столкновение мировоззрений происходит на каждом уровне. И, конечно, в этом смысле пульминации политического, социального смысла 60-х годов является 68-й год. Когда это обострение... Ну, я понимаю, что такие банальные речи, в общем, конечно, говорят. Вот это само собой, если вы говорите о 60-х, то ясное дело, что... Но, на самом деле, это тоже длительный процесс. Процесс, который, в общем, начинался еще после войны. И вот в 60-е, в силу разных, так сказать, обстоятельств... И гитландская война, с одной стороны, и все что было. С другой стороны, опять же, вот это вот то, что происходит в Восточной Европе. 68-й год, ведь это не только майские события в Париже. Ну, о них как раз потом еще чуть-чуть кое-что скажем. Это не только майские события в Париже. Это и август 68-го года, то есть оккупация советскими войсками Праги, что стоит в том же самом ряду. Но я надеюсь, что не нужно останавливаться на потоплеке, потому что просто-напросто в рамках коммунистической той же идеологии, но некий свой путь. Вот свой путь, который невозможен. Укладывается это в конфликт поколений? Это не укладывается в конфликт поколений, но это звенья одной цепи. И на самом деле это тоже явление, которое, в общем, все переворачивает, дает переоценку. Это явление тоже, так сказать, чрезвычайно важное. На самом деле процесс, который вроде бы нас с вами не касается, это так называемая культурная революция в Китае. Так вот эти вот хунгайбины, это именно молодежь. Только это 66-й год, но это тоже прозвлительное. Это все тут рядом. И там совершенно другое. То есть наоборот, вот там это абсолютно молодежное направление, задача которого являлось, так сказать, уничтожение всей предшествующей культуры. Ну вот сколько там, 10 тысяч лет культуре, да? Вот ее нужно было уничтожить. Но только там, в китайском варианте, это идет сверху, это идет от мао, да? В европейском варианте, и тем более в американском, это идет наоборот, это идет снизу и направлено против государства, да? Поэтому модификации разные. Об этом во всем можно, конечно, долго говорить, да? И вот я еще раз говорю, что там, допустим, майские события в Париже, нам не уйти, нам придется, так сказать, их вспомнить. Мне важно было обозначить, что вот это все идет обновременно. И я еще третий момент назову, хотя их не три, а 333, да? Это вот некий переход, а вернее даже не переход, а параллельность, да? Значит, 60-й год – это завершение формирования структурализма как метода, как научного метода всеобщего, да? И в эти же годы возникновение постструктурализма. И вот философия, опять же, это тоже все довольно условно, да? Но вот эти вот крупнейшие философы уже второй половины XX века, да? Невозредственно, Альгидрос Греймас, который формирует структурный метод, да? Это 68-й год. Философия Дериды, Жиле де Лёуза, да? Это 69-й, 68-й год, хотя там основные книги. И это уже постструктурализм, да? Философия Мишеля Фуко, да? То есть вот это все явления разные, да? Но они сформулированы, опять же, можно, естественно, об этом доспехи говорить подробно, да? Но сформулировано это все именно на волне вот этих 60-х годов. То есть, если мы говорим и о научных вещах, о научном подходе, здесь происходит смена вот в эти годы. Не говорим ли мы о политике, да? Ну, значит, если подвести итог вот этим глобальным переменам, и то, что непосредственно важно нам, да? Вот я, пожалуй, сразу это обозначу, да? Значит, во всяком случае, ну, да, это не в европейском варианте, в любом, да? Как раз проблемой становится культура. И вот переоценка именно культуры. И вот это и революционная ситуация, и вот эти вот явления в культуре, и явления в театре, да? Они связаны с тем, в чем переоценка культура? А очень простая вещь. Культура воспринимается как инструмент подавления, как инструмент закрепощения человека. Вот я сейчас сформулировал то, что мне кажется главным для 60-х годов. И вот в этом, по сути дела, революционной ситуации, да? Ну, вот сейчас-то у нас тоже далеко не 60-х. И понятно, что мы вообще-то, во всяком случае, собравшиеся, и все, наверное, да? В культуре видят прежде всего ценность. Да? Так вот, 60-е годы как раз не так. То есть культура воспринимается как инструмент подавления. Ну, вот, значит, ну вот теперь я должен сделать паузу, мы сейчас к этому вернемся. Но вот теперь я должен перейти немножко назад. Итак, в 60-е годы с чем же мы остаемся? И достаемся мы именно с тем, что великолепно воплотилось в спектакле Питера Грунхо, можно даже его видеть. Я именно не спектакль, а персонажа, да? Который в 50-е годы становится одним из крупнейших режиссеров в мире. Это действительно уникальная личность. Слава Богу, он до сих пор жив и творит по-прежнему. Это... Ну, конечно, у нас действительно нет времени, нет возможности, так сказать, углубляться в его предшествующий путь. Но вот спектакль «Гамлет» 1955 года, спектакль «Гамлет» 1962 года, это то, что наиболее полно воплотило как раз вот все то положительное, что в 50-е годы. Вы понимаете, вот неизбежно, да, вот я при всем цепноте все равно вынужден сказать о 50-х годах. То есть, как бы, уже понимая, что нас ждет через десятилетия, что же было в 50-е? В том-то и дело, что как раз в 50-е годы возникли новые направления. То есть, с одной стороны, это еще эпоха элистенциализма. Вот этот момент важен. Потому что, понятно, что элистенциальная модель, то есть ответственность личности, да, идея свободы, да, и прочее, является неотъемлемой частью общества. И вот некий... Понятно, что элистенциализм формируется в 30-е годы, и, ну, в 50-е он не утрачивает, возникает, наоборот, некий всплеск по-моему телу. Но одновременно с этим, в общем, естественно, в определенном взаимодействии с элистенциализмом возникает совершенно иное явление. 50-е годы – это время абсурда. Это возникновение абсурдизма. Понятное дело, что сперва к ним относились, к этой литературе, прежде всего, ну, со смехом в лучшем случае. Вот. Но недолго. Перелон наступил 5 января 52-го года, когда в Барижском театрике, небольшом Вавилон, был постановый ожидание года Бекета. То есть ситуация в это время была уже подготовлена. И вот просто начинается мгновенный триумф абсурда. Абсурд, естественно, имеет вполне четкую структуру. Но, значит, там что? Там, конечно же, проблема некоммуникальности. То есть главный такой момент, который становится уже совершенно понятен, что люди не могут найти язык друг с другом, никому не каменность, невозможность выразить, невозможность выразить, потому что единственное средство – это слово, и это средство не помогает. То есть не в том даже дело, что один не слышит другого, а дело в том, что этому первому ему как бы и сказать нечего. Он, так сказать, когда у него появляется возможность что-то сказать к тому же самому году, оказывается, что передать-то ему и нечего. То есть, вот, и, опять же, я вот как бы восстановился только на двух моментах. Очень связано, конечно, с друг другом абсурдизмом и эксистенциализмом, который еще не утратил своего значения. Но вместе с тем есть, конечно же, другие формы. Но, предположим, если говорить о театре, то широчайшее распространение идеи Бертольда-Брехта и эпического театра. Вот тут-то нам как раз и пригодится «Король-ливер». Потому как, ну, Брехт, собственно, свою теорию эпического театра формирувал еще в 30-е годы. Но в 50-е, уже в послевоенное время, она получает широчайшее распространение. И крупнейшие режиссеры именно 50-х годов, они так или иначе через нее проходят. То есть и Джорджа Стреллер, и Питер Брук, и многие-многие другие. Ну вот, значит, соответственно, в этом «Короле-ливере», который он теперь может успеть полистать, и на последнем из них, это Пол Скофилд в роли «Лира», а на последних из этих семи это будет репетиционный процесс, где еще и Гитлорк тоже присутствует. Вот здесь как раз и воплотились те моменты, которые я просто уже как бы... С одной стороны, это, конечно, элиссоциальная личность в данном случае. Это герой, который... То есть в чем его современность? В том, что он отказывается от власти, он отказывается от своего королевства ради свободы. Но вот это вот стремление свободы приводит только к хаосу. И, собственно говоря, это все, что я сейчас называю, естественно, и в самой термотургии есть это. Это, так сказать, не придумал, это просто вынуло оттуда на Питер Брук. То есть вот эта ответственность личности. Он пока был королем, ничего не знал, ничего не понимал. И нужно было стать человеком, нужно было снять корону, чтобы понять мир... То есть не мироустройство, а устройство человека. И постепенно как раз прийти к тому, что, значит, обустроить ничего нельзя. Это, естественно, спектакль об одиночестве. И сразу же просто выдам основную формулу, как мне представляется этого спектакля. Значит, в стремлении... Во-первых, естественно, это уже мир по ту сторону, добра и зла. Ни одного из героев, в том числе Ильира, нельзя характеризовать, он плохой или хороший. Это вообще невозможно. Но это уже давно известная составляющая, с Чехова и Сыпсина. Значит, он одержимый день свободен. Он хочет жить так, как он хочет. И в этом смысле он становится человеком абсурда. То есть он вносит в мир хаос. Но теперь самое главное, что как раз делает этот спектакль современный. Вот этот человек, несущий хаос, он же, в общем, должен как-то противостоять миру, обществу. Так вот, в этом спектакле Брука ничего подобного. Наоборот. Он как раз становится... Он приходит в соответствие с этим миром, потому что этот мир построен на хаосе. То есть вот это и есть абсурдистская идея. Вот у Шекспира этот мир изначально гармоничен, только трагическая личность выламывается из этой гармонии, чтобы потом там в смерти он вернулся в эту гармонию. У Брука мир таков... То есть это абсурдистская трактовка короля Лиры. Мир таков, что он построен. Но он построен по законам хаоса. И в этом смысле Лир, он отражает этот мир. Они соответствуют друг другу. Хаотичный герой, но абсурдистский герой, не будем его назвать хаотичным, это может быть из другого направления. И мир, в котором нет никакой логики. Дальше. Вот Стофилд. Конечно, выдающийся актер. Он сыграл Гамлета. Он сыграл Гамлета, это был абсолютно современный Гамлет, в том смысле, что в это время рассвет в Англии так называемых молодых рассерженных. Это некая такая буря в стакане воды. Значит, там он был молодой. Здесь он уже молодой. Но он уже как бы умудрённый опытом, который тоже ничего не значит. Особый трагизм заключался в том, что он... Понимаете, не Юрий Гервет в фильме Козинцева, где такой очень постаревший Гамлет. Здесь он рыцарь, он атлет, он силён. Он там с ватагой своих, не знаю, с подвижников, он врывается, там, не знаю, в гонорилье. Значит, то есть он может постоять за себя, и всё равно он не может ничего сделать. И вот в этом смысле это всё как бы двигалось на протяжении, так сказать, спектакля. И вот в финале-то, да, вот не просто там он оплакивает Корделию, да, в финале, он её выносит на руках. То есть он силён, он некая глыба, да, и тем не менее, значит, он ничего не может сделать. Вообще вот этот вот момент, так сказать, в финалах, да, ведь он умирает просто потому, что жить невозможно, да. Он очень показателем в любой трактовке Короля Лира. В не менее гениальном спектакле Короля Лира Роберта Стурова в финале выходил Короля Лир и вытаскивал Корделию в петле, то есть он за петлю её, так сказать, вытаскивал. Ну, идея-то понятна, да, что он, в общем, понимает, что он виноват, так сказать, там, в её смерти, предположим, да, но это язык гротеска, и это уже язык конца 70-х, да. Здесь, естественно, другого. Здесь наоборот, вот, так сказать, этот вот человек, который мог бы быть, так сказать, там, ну, опять же, изначально он и не специально, да, а в результате приходит вот этому ассуру. Ну вот, значит, и ещё один момент важный для этого спектакля, да, причём тут, собственно, брех. Вот, этот лир был назван «Думающий Шекспир», это одно из английских критиков, выражение. То есть всё направлено на то, чтобы вызвать у зрителя осознание происходящего. Там даже в какие-то моменты свет в зале включался, там использовались, так сказать, определённые приёмы, это один из главных моментов, принципов как раз эпического театра Брехта, да. То есть не просто художество, то есть, вернее, художественное воздействие включает не только эстетические моменты, да, но и моменты осознавания, осознавания происходящего. Вот. Ещё могу, чтобы, опять-таки, возник в сознании, так сказать, спектакль. Обыденность зла, обыденность убийства, вот в этом, собственно, абсурд, да. То есть, когда Глоустер выкалывает глаза, да, вот такой самый эмоциональный вид на сцене, да, это же всё пушистый вид, да. А там как бы ничего не происходит. Это выкалывание происходит по мимо, по походу, всего лишь, да. Там очень чёткая такая смена, напластование одной сцены на другую. Начинается следующая сцена, да, а Глоустер остаётся от предыдущей сцены, да, предыдущей. И он, там, чё-то такое, там, вот, там, в муках, там, чё-то скулит, там, да, а его просто отодвигают, там, не знаю, на двой, там, в сторону, да, и начинаются следующие реплики. То есть, это становится, вот, так сказать, нетной нормой, да, в этом, вдруг, не утрирует, не подчёркивает исключительность этого, а наоборот, как бы, вот, снижает. Понятно, что при осмыслении это производит как раз этот необходимый эффект. Вот. То есть, это высшая точка. Но вот это как раз тот язык, да, вот я взял его именно для примера, понятно, аналогически это 60-е годы, да, но, соответственно, эти 60-е годы расстаются с предыдущим мышлением и приходят к новому. И вот, вдруг, просто идеальная иллюстрация этого перехода, этого перелога. Вот он достигает колоссальной популярности, да, то есть, абсолютной, да, и понимает, что так дальше нельзя. И оставляет всё то, что было им наработано вот с конца 40-х годов, да, он, так сказать, уже довольно долго, но это же всё. Собирает экспериментальную труппу при Лондонской Королевской Академии музыкального и драматического искусства вместе с американским режиссёром Чарльзом Маровицем. И они начинают театральный эксперимент. 63-й год. Так называемый сезон Артона. Вот мы дошли, так сказать, по имени, который у нас... Как раз дальше идёт, да? Вот. Ага, нет, вот этот эксперимент, 15-й номер, можно его увидеть в России, а потом можно будет вернуться назад. Да, да, и там, как бы, его перед портретиком. Значит, вот все вот эти вот майские события, которые мы у нас разговаривали впереди. Собственно говоря, взблунтовавшиеся студенты на стенах дабу в Париже писали три дни. Ницше, Арто и Сарта. Ну, у каждой по разным причинам, и у каждого своя предыстория. Это фотография Манрея. Я крупнейшего художника, фотографа, сюрреалистов, сделанных, я имею в виду, в юные годы. Перелистайте просто, пожалуйста, и посмотрим. Значит, началась эпоха Арто. Это он в одной из киноролей, не помню сейчас точно, в какой, но больше 30 киноролей, он играл у крупнейших кинорежиссёров, 20-го века. Это его собственные фотопробы для инсценировки романа «Монах», который он написал. Он его поставил. А это он уже в 40-е годы. Значит, Антаман Арто, создатель так называемого театра жестокости, собственно, театральной системы. Система, сформировавшаяся в 30-е годы. До этого он один из крупнейших 20-й сюрреалистов. Из сюрреализма он фактически выходит. И вот в 30-е годы пишет книгу «Театр его твой миг». И, естественно, об этом много можно говорить. Вот в 30-е годы это всё прошло мимо. Это было не его время. Попытка спектаклей, которые тоже не были восприняты. Ну, довольно узкий круг, естественно, друзей, почитателей. Это всё это всё. То есть, естественно, это имя, которое заслуживает отдельного разговора, отдельных лекций и так далее. Нам сейчас интересен на него взгляд исключительно 60-х годов. На важный момент только. Вот приходит его время. Поэтому, соответственно, я просто попытаюсь буквально в двух словах сформулировать, что же, собственно, так сказать, он принёс. А вот то, с чего я начал свою лечь. Значит, он пишет вот эти статьи, которые собираются в... Он собирает этот сборник «Театр его двойник». В 1938 году вышел этот сборник. С 37-го года он находится в сумасшедшем доме. Вышел он только оттуда в 45-м. То есть, он не улетелся. И когда он собрал этот сборник, он пишет к нему предисловие. Это единственная статья, которая до этого не было, до 1938 года. Называется он «Театр культуры». Это предисловие, в смысле, это предисловие специально написано для этой книги. Именно там сформулирована вот эта идея, что культура – это инструмент подавления. То есть, та культура, которую мы имеем, современная, вот ему будет еще, повторяю, это написано в 36-37-м годах. То есть, ее единственная функция – это именно приспосабливание, вписывание человека. Все системы театра арту, еще, повторяю, тогда не реализована, направлены именно на то, что театр – это инструмент, который способен человек освободить. Проще говоря, раскрепостить сознание. То есть, задача театра противоположна тому, что делает современный театр. Ну, понятно, да? Современный, значит, 30-й, да. Но это не принципиально, конечно. То есть, значит, представление о том, человек обладает неким потенциалом, который оказывается совершенно бесхозным, который никаким образом не реализуется в течение жизни, да, поколение за поколением. Рождается только для того, чтобы родиться, поесть, поспать, заработать какое-то количество денег, вероятно, плохо. И благополучно освободить место с помощью. То есть, жизнь проходит мимо. И каким образом сделать так, что весь этот духовный потенциал, вот все то, что вообще выработано, так сказать, многими тысячами лет, чтобы оно вообще находилось. Это вот к той же проблеме некоммуникабельности и так далее. То, что происходит на сцене у Артон, это не представление, это не игра. Актер – это не тот, кто играет. Вот он, так сказать, театр – его двойник, актер – его двойник, да. Вот двойник – это не кто-то другой, да. Ну, мы до сих пор, естественно, так себе представляем, вообще, что такое, так сказать, существование на сцене, да. Это когда я становлюсь кем-то другим. Понятно, да. Понятно. У Артона оборот. Это двойник – это я подлинный. Это я, который уже не я, который преодолевает вот эту индивидуальную личностную основу. Вот, между прочим, я, конечно, боюсь несколько запутать, но если мы не понимаем, о чем речь идет, то вот этот вот тезис – это, собственно, идея Ницше, да. Выход на уровень коллективного и бессознательного, да, за счет преодоления личностных, ну, так сказать, оценок личностных, да. Значит, вот в спектаклях Артов, в театре Артов, ставится задача именно перехода от личностного субъективизма на уровень коллективного и бессознательного. Понятно, что параллельно, вот в эти же 30-е годы, разрабатывается философия Юнга, да, это его понятие, коллективно-бессознательное. Нет такого термина, о Артона речь идет, так сказать, именно об этом, да. И речь идет о выходе на язык архетипов, то есть общечеловеческий язык, понятный на уровне подсознания, прежде всего. Вот выход на этот уровень. И в этом смысле актер, он себя находит. Да. И если говорить непосредственно о театре, на сцене происходит не игра, не изображение, не изображение кого-то, не маска, да, а подлинное существование. Но только вопрос в том, что это подлинное существование на сцене, да, оно, естественно, противоположно существованию бытового, потому что вот этот самый быт, он также условен, да. Вот это, ну, опять же, не в слове будет дело, да. Вот эти социальные рамки, они условны, они обусловлены тем, что так удобнее, там, предположим, управлять обществом, допустим, да. То есть здесь вот преодолевается, и вот эта вот диктатура общества, да, и диктатура собственной личности, потому что задача – это выйти из этих ремес. Вот смотрите, ведь, ну, понятно, что это проблемы, которые мне, собственно, и тот же Брэк занимался, и с абсурдизмом мы, так сказать, говорили, что проблемы не коммуникальности, но там это всегда ставится в неком социальном плане, да, у Артопа мимо социального план. Но в этом-то, собственно, как бы и сложность, потому что вот осознание того, во что превратилась культура, вот «Картону» пришло в 30-е годы, студентам «Сарбонны» оно пришло в 70-е, в 60-е годы. Но вопрос-то не в том, чтобы разрушить, вопрос в том, что этому противоставить, как из этого выйти. Вот, а кто-то не удалось. Но как раз многие театральные деятели в 60-е годы кое-что на этом пути уже добились. Опять-таки возвращаемся к группу. Значит, эта группа актеров, да, значит, они занимаются, ну, то есть, фактически, да, там есть вот это, то, что, так сказать, не в слове выражается, не в слове «дело», да, от слова они переходят, там, не знаю, к звуку, к выражению через звук, это то, что, так сказать, Артой там, так сказать, занимался. Это мы смотрим спектакль, который был поставлен именно этой группой. Значит, сперва, там было так, значит, в 63-м году Брук и Марвис поставили некую программу, куда входила небольшая пьеса самого Арта «Кровяной фонтан», им самим не поставленная, несколько сцен из пьесы Жан Жене «Ширмы», ну и так далее. И они не были предназначены для широкой публики, это, скорее, было направлено на театральную, так сказать, аудиторию, на аудиторию профессионалов. Через какое-то время, то есть вот в 64-м году, они ставят спектакль большой, предназначенный уже для широкого зрителя. Значит, полное его название, здесь сокращенное, «Преследование и убийство гражданина Марата, исполненное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сата». Пьеса Петера Вайса, немецкого драматурга «Германия» в эти же годы. Значит, возникает так называемая документальная драма и, соответственно, документальный театр. В 62-м году Петер Вайс пишет пьесу «Дознание», которая, собственно, вся состоит из протоколов суда над палачами Освенцева, произошедшего в 61-м году. Собственно говоря, это только тексты, потому документальные, но только при этом зарифованы. Это въезд тоже, так сказать, поэтический. То есть, с одной стороны, да, и здесь речь идет, так сказать, естественно, основной момент – это убийство, так сказать, Жан-Поля Марата. Другое дело, что это спектакль, который разыгрывается. Разыгрывается убийство, соответственно, понятно, в конце XVIII века. Разыгрывается в 808 году, когда де Сат находится в Шарландоне. И совершенно реальный факт, что он собирает там трубку душевнобольных. И вот они… То есть, нет, такого спектакля не было. У него были другие спектакли. Он сам писал «Дознание» пьесы, которые они играют. Соответственно, нет реального Марата. Но весь спектакль и вся пьеса построены на споре между де Сатом и Маратом. И Марат, который предполагает возможность социального переустройства, возможность революции, которая приведет к освобождению общества. И де Сат, который считает, что это невозможно, но зато само состояние революции дает, собственно, необходимую реальную жизнь. То есть, именно вот в этой состоянии пограничной ситуации только и может реализоваться человек. И в каком-то смысле де Сат одерживает победу над Маратом, которого уже нет. То есть, невозможно переустройствовать. Но, с другой стороны, этот сюжет уходит даже не на второй, а на третий план. Значит, есть реальность Наполеоновской империи в 1808 год. И, соответственно, этот спектакль, который должен закончиться песнями в честь Наполеона, по ходу развития спектакля душевно больные играющие роли Марата, Дантона, Карделии, они превращаются в этих исторических персонажей. И уже утрачивают себя, и действуют уже от лица их. И эта ситуация, она как бы повторяется снова здесь, на сцене Шар Антона. Соответственно, эта ситуация возникает вновь и вновь она будет возникать. То есть, в финале вместо прославления Наполеона возникает бунт. И санитары начинают крошить этих самых актеров, так сказать, и распихивать их по комнате. То есть, вот здесь и перманентность революции, и преодоление вот этого личностного. Как это все? Да, воплощалось это все, и с тобой песни это тоже есть. Вот это гротеск и флор. То есть, именно в данном случае, играя другого, человек находит что-то главное, так сказать, в себе. Но важно именно то, что этот постоянный переход как бы с одной лесенки на другую. Есть реальный исторический сюжет. Это вот актеры современные, которые находили в процессе репетиции что-то вот это там патологическое и в то же время сущностное в себе, что отождествляли с этими душевнобольными. И вот они уже вот в таком двойном составе находили что-то общее со своими историческими персонажами, которых они разыгрывают. То есть, вот это вот многоуровнями сознания, когда это нужно, так сказать, перейти с одного уровня на другой, и в то же время, так сказать, найти некую сущность в этом. Речь идет о поиске совершенно другой техники актерской. То есть, никак не заучивание роли, а вот тот самый реальный процесс, но не бытовой, необытный, о котором как раз писал Арто еще в 30-м году. Ну, значит, в дальнейшем понятно, что нам сейчас важно посмотреть, что происходит с другими режиссерами этого времени. Но здесь вот как бы вот в этом спектакле Марат Сад это все было вот так вот ярко, так сказать, облащено в такой яркой форме, наиболее адекватной именно задачей найденного у Арто. Понятно, что в последующих спектаклях он пытается это сохранять, но в то же время ищет и некий другой язык. Наоборот, он пытается осовременивать свои шекспировские постановки «Такова буря», предположим, 68-го года. Фактически единственный его спектакль, где он переносит действия в современность. Обычно у него такого нет, он обычно именно стремится к обобщению. В любом случае совершенно очевидно, мы понимаем разницу вот этих вот спектаклей, разница которых всего, так сказать, два года, но понятно, что они совершенно разные. Значит, этот процесс, вот совершенно осмысленно сделанный переход Бруком, понятно, что он в той или иной форме отражался и в других театральных политиках. Значит, справедливости ради надо заметить, что вообще первые попытки осуществления системы Арто на сцене были, как раз, не в Европе. Для них все это. Но вот, опять же, к сожалению, надо хоть двух словах как-то пояснить, что ситуация в Америке, она совсем не такая, какая в Европе. Здесь нет таких глубоких театральных традиций. Здесь возникло такой процесс, который называется «Ов Бродвей». То есть Бродвей как воплощение американской культуры. Система театров, которая складывалась еще с конца XIX века. Театра почти целиком коммерческого. Вот Бродвей как, так сказать, центр этого всего. Ну, вот, давай повторяю, что здесь совершенно другие проблемы. Естественно, там были, так сказать, театры разного рода. Но то, что в основном это все-таки Бродвей, это мюзиквы и актерские мелодрамы, это, конечно, очевидно. В 1950-е годы возникают театры, которые, ну, то есть здесь совершенно очевидна необходимость как раз именно преодоления вот этой коммерциализации искусства. То есть в Европе так вопрос остро не стоял, естественно. Здесь были, как мы с вами уже понимаем, исходя из того же Брока, высочайшего уровня художественного произведения. Ну, вот, Левинг театр был создан еще в 1950-м году, и здесь, конечно, были какие-то очень своеобразные свои вещи. Предположим, коллективное создание спектакля. Они почти всегда сами пишут пьесы, но они даже не пьесы пишут. Они создают, в общем, некие сценарии, и текст формируется только постепенно. И уже в конце 50-х, примерно, там, 59-й год, так предвидительно, создатели этого театра все-таки назовут Джулиан Эрбек и Джастин Малина, Ирина Вайна. Вот он вообще художник-архитектор, и да, вот это, так сказать, он, это она. Он умер в 1985 году, она, по-моему, в запрошлом году. Она, кстати, вот у нее было театральное образование, она у пискаторов в Германии давно не научилась. Значит, соответственно, вот опять же, отказ не только от коммерческих форм искусства, но и от рампы, вот этого пространства между зрителем и актером, отказ от традиционной сцены. Вот то, что вот отчасти на некоторых кадрах вы, как раз, можете видеть. Ну, вот такой спектакль, где они там все как бы перемешаны, и где, фактически, отказ уже, там, от костюма и так далее, это спектакль «Рай сегодня». Вот здесь как раз воплощается эта идея подлинной жизни на сцене, да, противопоставления, там, обыденной жизни. Это все тоже идет от Арто, хотя, возможно, это восприняется в большей степени буквально. Значит, спектакль «Мистерия» – это вот, примерно, 59-й год, спектакль по текстам Арто. И это впервые, во Франции еще этого не было, в Европе этого еще не было, это будет чуть позже. Арто умер в 1948 году, в начале 50-х начинает, ну, нужно умереть, потому что мы знаем, да, чтобы вообще признание пришло, да? Начинает издаваться собрание сочинений. Вообще личность уникальная в том смысле, что он автор и киносценариев, и пьес, и поэм, и стихов, и романов, и прозы, и исторических сочинений, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Он и художник, он и кинорежиссер, он и театральный режиссер, актер различных театров, создатель теоретического театра, потом создатель теории и прочее, прочее. И вот собрание сочинений начинает издаваться в середине 50-х годов. Вот театр первый, кто на эти тексты, так сказать, откликнулся. Европа слепа запоздала. Рай сегодня – это уже начало 60-х годов, и дальше происходит тоже совершенно такая закономерная вещь. Понятно, что здесь мы видим как раз очевидность именно вот этой вот формы, вот этого, так сказать, отказа от привычного театра и отказа от бытового общения между людьми, которое на сцене может происходить, только в том случае, если, опять же, эта сцена разрушена. В 64-м они уезжают из Америки. Тоже вполне закономерный момент. И оказывается, в Европе. Ну, естественно, там была и некая такая экономическая причина, значит, соответственно, непосильные налоги, которые они там не платили, ну, понятно, не платили, с чего им платить. Вот. И поэтому они, значит, полным составят… Ну, это понятно, что это, так сказать, причина… Ну, не причина. До 68-го года, 64-го, 68-го, они скитаются, так сказать, ну, триумфально скитаются по Европе, да, и потом возвращаются снова в Америку. Это вполне закономерно, потому что вот если говорить о эстетической составляющей, да, вот явление вот этой новой культуры, да, вот антикультура, но тем не менее новая культура, то это как раз явление все-таки именно европейское, не американское. Вот родиться в Америке это могло, да, но достойно быть воплощенным оказалось возможным именно в Европе. Вот. Повторяю, театр как раз, так сказать, впрямую вот эти вот идеи пытается реализовать именно в средствами театра. Но, пожалуй, все-таки наиболее характерным для 60-х годов явлением, которое в большей степени, чем кто бы то ни было, воплотило, и не просто воплотило вот эту вот, так сказать, новую там театральность, но и было воспринято, да, было воспринято, было оценено. Не в том дело, что там массы, можно сказать массы, не важно, сколько, так сказать, там человек, но то, что это стало, так сказать, там европейским. Для 60-х годов, в общем, этой поминационной точкой, мы идем дальше, я все-таки назвал бы Ежи Гротовского. Да, это он. Он в Кракаре закончил актерскую школу, в 55-м году приехал, в Москву поступил на курс Завадского, через год уехал, года ему хватило. Он действительно усвоил здесь систему Станиславского, чтобы потом двигаться от нее в противоположную сторону. Дальше он работает в Праге-Бурианном, там, несколько месяцев, в Авеньоне воспринимает метод Шарли Дюлена, но Дюлен уже умер к этому времени, но его очень неплохо. И потом он живет в Индию, где осваивает его. Вернувшись в Польшу в конце 50-х годов, он читает лекции по индийской философии и занимается практикой восточной. В 59-м году в маленьком городе Алполе возникает новый театр, называется он «Театр тринадцатой среды». Художественным руководителем театра является Людвиг Флаше. Он театром и критик, теоретик театра, философ. Он отдает театр Гротовскому. Гротовский, как вы понимаете, не мог возглавить театр, потому что у него не было высшего образования. На Западе без высшего образования руководящие должности. То есть нельзя быть даже тренером футбольной команды. Какая-то ценность в высшем образовании должна быть. Поэтому формально водителем театра в эти первые годы является Флаше. Реально театр полностью создан Гротовскому. Вот, пожалуй, здесь соединяются, с одной стороны, практики восточные, та же самая йога, но не только, именно для полного владения телом. И для Гротовского важно, что некое духовное и телесное – они неразделимы. То есть все отражается в теле. С другой стороны, вот эта идея реального процесса на сцене, которая взята от Антона. И с третьей стороны, максимальное освобождение театра, это может быть для Гротовского как раз самое главное, освобождение от всего лишнего, освобождение от всего театра. Значит, его театр называется «Бедный театр». В 65-м году он пишет статью «К «Бедному театру». Потом к этому добавляется ряд других статьй. И в 68-м, видите, у нас вот такая сакральная будет цифра в 68-м году, выходит книга «На пути к «Бедному театру». Выходит она сперва на английском языке, спустя словами Питера Брука. Потом, соответственно, переводится на все европейские языки, кроме как вы понимаете русский. Через 50 лет она переводится на русский. Речь идет о том, что метод «Бедного театра» — это отказ от абсолютно всего лишнего. Вот здесь у него формулируется то, что, в принципе, и у Арто есть, но здесь оно формулируется буквально. Значит, он отказывается от условностей в театре. Это то, что сделал уже Станиславский. Но он отказывается и от условностей в жизни. То есть, обыденная жизнь рассматривается как некая условность, от которой отказ может произойти только в условиях театра. И вот это все таким образом и реализуется, что убирается все лишнее. И вот постепенно от спектакля к спектаклю… Значит, мы видим спектакль «Акрополис» 1963 года. Это пьеса Словацкого. Но, соответственно, действие происходит в Освенске. Кстати, этот единственный спектакль поставлен вместе с Йозефом Шайна, руководителем поэтического театра польского, который действительно был возником Освенцева, один из немногих из единиц выживших. То есть, это все на предельной документальности строится. Вот, смотрите, здесь даже костюмов нет. Это мешки с прорезями. Все. Соответственно, ботинки, мешки надетые на голое тело, и вот эти вот вагонетки и так далее. И они разыгрывают спектакли, там рождественские действия есть, но есть спектакли. То есть, как преодоление этой реальности. Это преодоление реальности происходит. Там не используется сцена, наоборот, несколько площадок, между которыми они переходят, зрители, так сказать, сидят там в абсолютной близости. Вот Городовский для каждого... Да, значит, вот, вот перед Бедного театра. Убирается театральный костюм, убирается декорация. Постепенно он не использует грим. Не сразу это все, но это идет в течение 60-х годов. Естественно, использование обнаженного тела постоянно. Он отказывается от театрального света. Там есть просто освещение. Прожектора обычно нам направлены в потолок, отражающие от потолка, подвещенные исполнители. Для него актер начинает тот процесс, который потом продолжает, так сказать, зритель в себе. И каждый, находящийся в зале, должен увидеть эту реальность происходящего с актером. С актером может произойти все, что угодно, вплоть до клинической смерти. В этом смысле для него действительно важен результат. Спектакль рождается в зрителях. Поэтому он прекрасно понимает, что не может быть никакой толпы в зале. Вот в его основных спектаклях, вот конца 50-х годов, максимальное количество зрителей, даже когда он ездил там… Спектакль воздействует в Северной Европе, даже в Америке. Максимальное количество зрителей – 80 человек. больше 80 человек не может присутствовать в театре, если речь идет о воздействии на зрителя, а не просто о том, чтобы, так сказать, что-то происходило в России. В 1965 году театр из Ополе переезжает во Вроуслов, это юго-западная Польша, и театр к тому времени уже называется театр-лабораториум. Два основных итоговых спектакля этого периода – 1965 год «Стойкий принц» по пьесе Кальдерона, и «Апокалипсис куб фигурис» по библейским театрам. То есть евангелическая, так сказать, история Христа. Вот я об этом последнем спектакле, 16-го года, вот я о нем несколько слов расскажу. Ну, у нас нет, да, это все касается окромного стимулирования спектакля. Ну, опять же, не в сюжете дело, там, естественно, сюжетных клиников много, но они там начинаются и не продолжаются. Речь идет о поиске Христа. При том, что имя Христа там не произносится, да, значит, начинается с того, что просто там пять тел в одинаковой одежде, в хитомах, лежат просто вот в руке. И вот тела исполнителей как бы никакие. И идет вот некое долгое время спектакля, некая раздача ролей. То есть вот они пытаются разыгрывать евангелический сюжет. И вот роли распределяются, но только Христами, да, или как там они говорят «Он», так вот «Он», кто же будет «Он». Ну, вот. Значит, постепенно эти пять человек распределяются таким образом. Петр Симон как воплощение Церкви, и Иоанн как любимый ученик Христа, Лазарь, которого нужно воскресить, Мария Магдалина, ну и, понятно, кто пятый. Иоанн, естественно. Значит, вот распределяются эти роли. И дальше, значит, идет мучительный поиск того, короче говоря, никак не создателя того Христа. Христа берут из зала. Ну, понятно, что его не берут из зала. Понятно, что это наиболее яркий актер труппы Гратовского Рышард Чеслик. Он же играл в «Принце» главную роль. В дальнейшем он будет играть и у Петра Брука тоже в 80-е годы. В той же самой Христа Карате. Что ж так? Чеслик. Рышард Чеслик. Значит, персонаж, который они называют темный. Вот они все вот в этих белых хитонах, да? А он темный, просто в темном пальто на голое тело. Значит, опять же, вот ботинки, как вот здесь мы видели. Ну и волосы у него тоже такие темные. Вот он просто темный, да? Такой вот крестьянского вида, да? И он не включается в это действие, да? И вот они его там затягивают туда, да? А потом он просто начинает совершать действия, которые, в общем, как бы приводят к результату. Вот, в частности, вот это воскрешение Лазаря, да? И дальше это просто некий отдельный эпизод. И постепенно, да, вот это вот, так сказать, коллектив создаёт вот этого самого его, да? Ну, Христа, да? Ещё раз повторяю. Он создаёт только для того, чтобы его распять. То есть он нужен только для этого. Там помимо евангелических текстов используется легенда о великом инквизиторе Достоевского. Вот. То есть этот вот диалог, да? Значит, Пётр Симон, да? Как именно воплощение Достоевской Церкви. И, значит, вот этот вот. Но другое дело, что здесь он не уходит, в отличие от сюжета Достоевского. А он как раз, так сказать, остаётся для того, чтобы опять и вновь совершил сговор. Короче говоря, вот эти процессы, да, на которых строятся общения между людьми, которые повторяются, которые повторяются независимо от своего какового значения, да? И которые возникают непосредственно в этом процессе. То есть они как соучастники этого всего, да? И преодолеть эту повторяемость, так сказать, всё равно, так сказать, невозможно. Но с другой стороны, в геи и проявляется эта самая реальность. При том, что поведение этих героев, с одной стороны, они библейские. С другой стороны, они, конечно же, вот то, что они остаются современными людьми, это тоже есть, они не играют эти роли. Вот. Там очень много патологического, там очень много физиологии, естественно, да? То есть это вот всё проявляется, так сказать, через это. То есть нету каких-то, никаких барьеров, которые бы придавали эстетизм, то есть происходящим. То есть речь идёт именно об этом реальном процессе, имеющем ритуальную основу. Но повторяю, что вот именно Гротовскому, в отличие, в общем, от многих других, удавалось как раз максимально добиться результата, максимально добиться вот этого вот воздействия на зрителя. Ну и теперь снова, значит, теперь вот мы приближаемся, собственно говоря, к явлению, которое непосредственно связано с Францией, которое как раз связано с вот этой комбинационной точкой майских событий 68-го года. Конечно, для 60-х годов важно имя Джануэй Баро. Баро за причами которого уже очень такой убедительный театральный путь. Экспериментальный театр ещё в 30-е годы. Он принимал участие в некоторых работах Арто и был с ним связан. Его нельзя назвать его учеником, у него просто есть там и другие учителя. Но, в частности, они оба, и Арто и Баро, учились у Дюлета. Он во время войны, в 40-е годы, актёр и режиссёр комедии Франсес. И в комедии Франсес в начале 40-х он ставит Гамлета, ставит Федро. В 45-м году благофолучный уходит, создаёт свой театр. Подходя к нашему герою, в 59-м году он становится главным режиссёром Адеона. Адеон – театр государства. И он видит свою задачу. То есть это второй театр после комедии Франсес. Когда-то это филиал, в XIX веке филиал комедии Франсес. То есть театр, предназначенный для новой драматургии, в отличие от академической комедии Франсес. Было понятно, что он приходит именно для того, чтобы вводить много материалов, много драматургии. Первая его постановка, как раз в 1059-е годы – «Носороги и Анеско». То есть вот абсурдизм на сцене. Дальше будут счастливые дни Беккета, это 62-й. Правда, он там играет, но это постановка Рожебле. И так далее. При этом он классику ставит, но именно современная драматургия. И он из этого Адеона делает как раз вполне рядовой театр в 60-е годы, используя, естественно, театральные инновации, но при этом оставаясь и в рамках традиций. А вот дальше, что называется, как бы сама судьба поворачивается совершенно другой стороной и делает, так сказать, все за него. Хотя, опять же, скорее трагически делает. А потом приходит май 68-го года. А дальше вмешивается география. Вот эта история как раз с географией. Становится ясно, что всего-навсего театр Адеон расположен не на левом берегу Парижа, не там, где все нормальные парижские театры, а совсем на правом берегу. То есть, короче говоря, по соседству с Саргой. И, соответственно, вот этот, так сказать, латинский квартал, когда, соответственно, студенческое восстание в мае 68-го вышло за границы латинского квартала, то первое, что им попадается под руку – это как раз театр Адеон. А потом уже весь остальной Париж. Там вполне были военные действия в течение, так сказать, нескольких дней. Были введены войска по войне. Короче говоря, именно Адеон становится, ну, примерно тем же самым, чем во время нашего Октябрьского переворота был сбой. Баро не мог бедных студентов упустить. Ясное дело, как интеллектный человек был. Но вы понимаете, вот тут опять же мы возвращаемся к началу. Студенты-то туда с чем пришли? Вот с этой идеей разрушения любых буржуазных ценностей, в том числе и буржуазной культуры. Поэтому вполне закономерно, что Баро с ними остаться не мог. То есть понятно, что он оттуда уходит. Я не знаю, на какой день это произошло. Наутро, когда всё, встал на свои места. То есть понятно, что он вне этого был там. В любом случае, после подавления восстания в Париже, Баро был уволен. Уволен министром культуры. Ну, министр культуры опять-таки личность легендарная. Это Андрей Малеров в 68-м году. Крупнейший писатель экзистенциалист. Ну вот представьте себе, что во Франции так бывает, что писатели являются министрами культуры. Тем не менее, естественно, он ощущал себя государственным чиновником. То есть это было вполне нормально. То есть это нормально. Тут нет ничего, так сказать, удивительного, что он теряет АДО. Но проблема-то действительно вот в самой вот этой вот трагедии. Вот в этой ситуации, когда художник оказывается между двух огней. И в этом смысле выхода нет. То есть, с одной стороны, вот эта вот революционная сила, которая пытается взорвать это болото. А с другой стороны, то есть то, что накапливается и получает вот этот вот выхлоп. Но получая выхлоп, она, естественно, сметает на своем пути все. И художник оказывается между двух жанров. Ну так вот в этом смысле выходом был именно сам Жан Луи Бару. Потому что он как раз в этих экстремальных ситуациях полностью мобилизовывался. Вот он первый, кто прореагировал на эту ситуацию. Значит, все, нет у него театра, он создает новый театр, арендует для этого старое здание вокзала. И уже в декабре 68-го года, это первый спектакль, который среагировал на майские события. Он выпускает там с новой труппой новый спектакль. И спектакль этот называется «Рабле». Смотрим там следующие кадры. То есть, вот смотрите, там сюжет Гаргантилай и Пантагрюэля. Но спектакль не называется Гаргантилай и Пантагрюэля. Он называется «Рабле». Потому что все, что можно противопоставить вот этой вот стихии бунта и вот этому подавлению государства – это только личность художника. Там не было этого персонажа «Рабле», но он создавался из всего этого. То есть, зрители с трех сторон – это помост среди вот этого большого, так сказать, зала. И вот это разыгрывание, так сказать, и персонажей, которые превращаются в исторических деятелей XX века. Это одновременно и средневековое, так сказать, там действие. Там примерно 15 человек они разыгрывают десятки персонажей из Гаргантилай и Пантагрюэля. И вот здесь – это именно стихия игры. Это не совсем то, о чём мы говорили, как именно о разрушении привычного представления о культуре. То есть, в каком-то смысле, это вот с использованием, так сказать, всего этого накопленного, но всё-таки восстановление именно культурных ценностей. Спектакль-импровизация. Да, в каких-то случаях есть костюм. Здесь большинство фотографий, насколько я понимаю, репетиционные. Они прямо на сцене при этом надевают костюм. Они превращаются в этих персонажей, оставаясь собой. Какие-то моменты, там есть, так сказать, какие-то песни, которые направлены на объединение с залом. Они просто там транспаранты с текстами песен разворачивают, и зал вместе с ними поет. То есть, вот этот вот спектакль, так сказать, как игра, стихия игры, как единственное спасение среди всего этого, так сказать, хаоса, этого абсурда – вот это то, что в спектакле «Баро корабле» было вполне успешно продемонстрировано. Вот, собственно, этот спектакль как раз показывает вот эту тенденцию в 60-е годы формулирующуюся выхода за пределы, собственно, театральности. И не только в сторону литературности, так скажем, в кавычках, но, что очень важно, в сторону эпоса – эпическая, мифологическая основа. Это, конечно, будет реализовываться уже в 70-е годы. И в 70-е годы это найдет колоссальное воплощение у того же самого Брука. Но в том-то и дело, что вот ростки этого – они как раз в культуре 60-х. И вот такой вот новой формой становится спектакль в данном случае уже итальянский. Лука Ранкохи – итальянский режиссер, который… Вот он тоже родился в 33-м году, как и Гартукский. В 69-м году он ставит спектакль в Орландо Фуриозо по эпосу, по эпической поэме Людовико Ариосто, что написанное в 1532 году. Во-первых, опять же не могу не оговориться, что, конечно, крупнейший режиссер в Италии этого времени… Джорджу Стрелли. Вот. Но вот в том-то и дело, что Стрелли, создавший в 47-м году пикало театр Ди Милана, в 60-е годы испытывает кризис. Очень просто. Это не его время. У него другой тип театра. И у него в определенном смысле возникает кризис вот в прямом смысле. Знаешь, что он не работает? Да. И его расцвет наступит в 70-е годы. И когда у нас будет лекция под названием «Умные 70-е», мы обязательно поговорим о Джорджу Стрелли. А вот это не его время. Зато появляется Лука Рынко. Орландо Фуриозо произвел, в общем, такой вот эффект именно неожиданности. Вот по этим фотографиям… Сперва это было в церкви показано в 69-м году на фестивале. Потом это просто некие огромные пространства. Зритель находится между актерами. Вот там эти помосты. Значит, 55 актеров и 20 машинистов сцены, которые эти помосты переставляют. Зритель вынужден перемещаться вместе с толпой. Значит, вот эта история любви. Дело в том, что в самой эпической поэме моменты иронии заложены. Вроде бы любовные истории, их там несколько параллельных сюжетов, эпическое произведение на фоне борьбы рыцарев с сарацинами, но, соответственно, эти любовные истории, которые как раз разрушают конфликт между христианами и сарацинами. Вот как раз Орландо сходит с ума из-за любви, когда узнает, что его, значит, аджелика влюбилась в сарацин. То есть, вот это вот игровое пространство Ранконни очень часто называют режиссером машинерией. Он использует вот эти вот различные предметы, в частности, иппогриф, крылатый конь, на котором вдруг Орландо отправляется на Луну, куда улетает разум в Орландо, и возвращает благополучно, и все там происходит хорошо. Вот. Значит, чтобы полететь на Луну, значит, нужно было вот сердце орудить там из досок, из прутьев вот этого коня, да, он был на шестах, если вот здесь, так сказать, там видно, но, опять же, иногда он там подвешивался, когда были какие-то краны, да. Вот. Один из главных эпизодов спасения Олимпии, там, значит, соответственно, сражение с драконом. Дракон, который тоже состоял из различных там механизмов и прочее, прочее. То есть, в деле понятно. Человек, который сталкивается, вот не просто с обстоятельствами, а сталкивается, прежде всего, с недуховной материей, да, сталкивается с механизмом, да. И преодоление этого происходит, вот опять же, в данном случае, вот не на уровне тела, как у Гротовского, а на уровне разрушения механизма. Чтобы победить дракона, нужно просто-напросто превратить его в груду досок и проволочек. Вот. Вот в театре это возможно. В жизни, наверное, сложнее такое. Ну, вам уже понравилось. Ну, себе. Вот. То есть, опять-таки, по сути дела, мы имеем дело с реальным процессом, да, то есть вот это вот разрушение механизма – это реальный процесс. Это столкновение человеческого и механического – это основа сюжета, так сказать, подобного спектакля. Для Ранкони в дальнейшем это становится, в общем, такой основной темой. Только если здесь-то как раз триумф человеческого, потом будет очень по-разному. Ну, я просто назову его более позднее спектакль. Он вот недавно, в прошлом году, буквально несколько лет назад, привозился его спектакль «Веер», который он как раз последние годы возглавлял, вот, пикало театр Демилана, созданный с трейдером. Вот. И, предположим, в 90-м году он ставит спектакль «Последние дни человечества», где действия происходят в помещении завода, среди механизмов, станки, и зрители там сидят на станках, а в середине, опять же, не площадка, площадка уже как бы там режиссёрам-шестидесятникам не нужна. Значит, в центре всего этого пространства самый настоящий паровоз. Ну, вот такой, на который, там, не знаю, Ленин приехал в программу «Революцию делать». Вот самый такой настоящий. И, соответственно, он, с одной стороны, как бы мешает, а, с другой стороны, он совершенно реален, и его не разобрать, вот в чём дело-то, да? Но там уже и смысл другой. Это как раз механизм, который уже подчиняется себе человеку. Ну, а это уже 90-е годы, 90-е годы. Здесь ещё всё вполне вот такое жизнеутверждающее, скажем так. Ну вот. И вот эта же линия, которая отчасти у Борова, очень ярко выраженного о Ранконе, явление, естественно, совершенно разное, вот определённая перекличка здесь есть, да? Вот это то, что можно противопоставить, вот с одной стороны, в кавычках, буржуазной культуре, с другой стороны, вот этому вот хаосу и бунту, да? Значит, вот поиск, так сказать, этого всего. Так вот, опять же, в той же Франции таким, конечно, ярким явлением становится Арианом Нужкиным. Значит, немножко назад, Ленин, возвращаемся. В 64-м году она создаёт театр Дю Соли, театр Солнца. Первый спектакль, поставленный в 64-м году, это «Мещане Горького». Насколько я помню, за последующие, соответственно, 50 лет, по-моему, русских спектаклей больше там не было. Она вообще русского происхождения. Её отец кинопродюсер из России. Она родилась в 39-м, в Афранции. Вот некий прорыв. Да, значит, опять же, это изначально... Вот театр расположен в предместье, ориентированный на широкую демократическую публику. Здесь такое тотальное воздействие, там, опять же, коллективное творчество тоже, и разные сценические средства. Вот, опять же, некий прорыв и превращение её в крупнейшего мирового режиссёра происходит в конце 60-х, точно так же, как именно реакция на эту ситуацию 60-х. Грубо говоря, вот эти движения, которые происходили, которые были органичны для неё, реализовались они уже в частности после майских событий. Кстати сказать, спектакль на исторические темы, в основном. В 70-м году ставится спектакль под названием 1789. То есть год начала Великой Французской революции. И там осмысляются вот эти вот самые исторические события. Вот мы видим пространство спектакля. Это здание арсенала, далеко не в центре Парижа. То есть там такой кирпичный свод огромный. Сооружены места с четырёх сторон. Вот здесь, сейчас увидим следующие фотографии, здесь тоже зрители посреди. Это не игровое пространство. Игровое пространство, да, вот то же самое, только мы сбоку видим. Зрители посередине. Восемь площадок, расположенные Каре, три из которых крупные, остальные небольшие, и между ними просто, ну так сказать, переброшены доски, пока она переходит. Симультанное действие, параллельное. Ну, во-первых, значит, всё-таки если говорить о сюжете, начинается с события пленения короля, когда, значит, вот он вот пересекает, это завершение первого этапа Великой Революции, когда он пытается бежать в Германию, значит, под чужим именем. Вот его арестовывают, и дальше уже, так сказать, всё дело идёт к его казни. Это потом, да? Вот, значит, это последний эпизод. Он разыгрывается вполне так пафосно, там, как бы, вот, как в учебниках это всё происходит. А потом всё к истокам. То есть, там, за несколько лет до революции, да? До, значит, вот те обстоятельства, которые к революции подходят. И когда этим же эпизодом спектакль закончится, это уже будет не, там, Людой по 17-й. Это будет просто человек внутри политической вот борьбы, да? То есть, как бы изнутри, как вот человеческий фактор, а не вот, там, фигуры в истории, да? То есть, в этом смысле, вот, новый взгляд. Но вопрос, конечно, не в трактовке истории. Это, конечно, важно, может быть, так сказать, зритель через это воспринимал. Дело, опять-таки, в эстетике. То есть, что происходит непосредственно в спектакле. Значит, различные сцены, поставленные в разных ключах, разные жанровые, которые идут фактически одновременно. Ну, предположим, значит, там грех-гористианская изба. Избы, конечно, никакой нет. Есть просто, значит, вот там пару стульев, роженица, и вот должны произойти роты. И лоханки, значит, с водой, пеленки и так далее, и так далее. Вот она, значит, должна сейчас родить. Барин возвращается с охоты, случайно он заблудился, значит, попадает в этот дом, значит, моет там сапоги в этой лоханке этими пеленками, и в этот момент еще она рожает. На другой сцене в этот момент, значит, крестьянка садится за свою похлебку. С одной стороны выскакивает поп, с другой стороны выскакивает барин, который, значит, требует десяти, но требует, значит, налог, да, и разрывает там эту лоханку, ее похлебку, эту тарелку, так сказать, на две части. На третьей площадке, значит, крестьянин возвращается с заработка в дому, возвращается без денег, и ничего он не заработал, бастарбайтер, да, значит, и вот там и на него набрасывается дома, в общем, за качеством, что он убивает, так сказать, там своего сына, сына подростка, так далее. Я вот пунктиром намечаю, значит, смотрите, с одной стороны это все разное жанрное. Вот вам натурализм, первая сцена, вот вам фарс, вторая сцена, вот вам мелодрама, третья сцена, а там еще, так сказать, что-то было. И все это еще и соприкасается. Предположим, когда это рожает, это кричит, что она без обеда осталась, а это, значит, ребенка убивает, да, это все в одном крике сливается, то есть это все еще и, так сказать, связано, да. Зритель видит каждый свой спектакль, да, но вот опять же, это то, что и у Гратовского, в общем, было, да, вот я там, предложим, не сказал, там были спектакли, где зритель, как бы, не знает, где, я бы брал уже такие классические, у Гратовского варианта, а там были варианты, когда рядом кто зритель, кто исполнитель, неизвестно, не определились, да, и опять же, вот этот момент, так сказать, неожиданности происходящего. Вот здесь тут то же самое, в зависимости от того, кто там рядом с чем находится, но при этом у зрителей возникает и возможность поучаствовать в спектакле, между прочим, иногда, но без никакой. Значит, в целях улучшения социального климата король, все тот же, значит, Удовик, принимает решение о возможности, значит, вот общения с народом, то есть можно подать прошение на высочайшее имя, это так называется, то есть можно, значит, обратиться напрямую к королю. Вот, значит, написать письмо, да, и, соответственно, крестьяне, у которых много там чего накопилось, да, им, естественно, есть что сказать, да, они решают написать письмо. Но для того, чтобы написать письмо, нужно как минимум чем-то писать, да, то есть нужно, соответственно, либо интернет нужен, либо нужен, так сказать, гусь с перов. Значит, соответственно, живые гуси бегают по театру мисклей, вот, зрители помогают им поймать этого самого гуся, когда его ловят этого гуся, выдирают из его перо и затачивают, в этот момент выясняется, что электорат неграмотный, то есть никто из них написать письмо не может. И, соответственно, они идут к старости, который грамотный, он, значит, свое обращение пишет, они его продиктовывают, но пишет-то он про свои проблемы, естественно. И это уже письмо он отдает там, соответственно, своему барину. Этот барин тоже все воспринимает, конечно, это все дойдет до власти, но пишет только свое уже письмо, приносит сановнику и так далее. Короче говоря, когда король получает письмо, там, как вы понимаете, совсем не то, что писали крестьяне. То есть все это обращается вот этим фарсом, но, естественно, в этом процессе игры и так далее. Вот та новая форма, которая в данном случае направлена и на переосмысление истории, и на осовременевание, да, но понятно, что здесь мы имеем дело именно вот с этой стихией игры, прежде всего. То есть дело даже не в объективности, то есть здесь нет уже непосредственно исторического факта. Есть отношение к этому факту, значит, со стороны современников и со стороны вот в данном случае 60-х годов. И вот это отношение становится важнее, чем непосредственно то, каков это исторический факт. Вот потом, опять же, вот этот вот параллелизм действия, то есть не просто сюжетная линия, да, многовариантность, да, многожанровость, нет одного целостного жанра. То есть вот в этом смысле можно говорить о некой общей тенденции, который возникает в конце 60-х, стремление театра выйти за свои границы, вот прежде всего именно в сторону мифологической структуры, да, то есть создание некого такого вот эпического полотна, эпического в смысле структуры, я вновь повторяю, да, не в смысле вот некой значимости, а в смысле того, что все происходит параллельно, все друг с другом, так сказать, там связано, но связано какими-то сложными нитями, непрямолинейной логики, да, вот это все вот в этих, так сказать, спектаклях мы долгополучно можем видеть. И понятно, что постепенно начинается переход к уже эпохе 70-х годов. Но, значит, вот смотрите, здесь вот важно, прежде чем, так сказать, там, вновь вернемся в конце, вновь вернемся к кругу и посмотрим, что мы здесь получим в результате этой эволюции. Но я думаю, что наша картина была бы не полной, да, если бы мы все-таки остались в пространстве Западной Европы. Мне важно просто показать только то, что этот процесс, да, вот видите, я там в начале там говорил о том, что что-то подобное там в Китае, но только сровно наоборот происходит, да, в Америке очень близкая ситуация, но совершенно, конечно, в другом контексте. А что же в этой вот дикой России происходит? Вот в чем вопрос, да. И вот тут очень интересно, да. Понимаете, некие изменения театральные, ну, ясное дело, что произошли во времена Оттепеля, да, то есть первые театры, которые, там, не знаю, современник, 57-м год, да, вот это и опять же, 50-е, да, в это же время там первые спектакли Эфроса в молодежном театре, доматургия Виктора Розова, да, значит, вот розовые мальчики так называются, да, новый герой, то же самое в кино, да, вот этот перелом 50-х годов, потом вообще-то Оттепель сменяется некоторыми заморозками, да, но тем не менее 60-е годы, и Россия, она все равно, она, в принципе, не может быть вне Европы, это понятно, вот, но происходит здесь все по-другому. Значит, смотрите, вот все те реформы, которые были в театре, я сейчас только театра, в общем, касаюсь пока, вот, они были, конечно, в рамках системы Станиславского, и было очищение системы Станиславского. Вот то, что я назвал, это относится туда. А вот как раз в 60-е задача другая – выйти за границу системы Станиславского, найти что-то другое. И вот в этом смысле, конечно, центральное явление – это режиссура Любимого и театр Матаганки. 64-й год, курс МХАТа, то есть актеры МХАТа, абсолютно актеры Станиславского, да, из которых, значит, Любимов, значит, это выпускной их спектакль «Добрый человек» из Севолана по пьесе Брехта. Вот это вот первый спектакль, и Золотухин, и Высоцкий, и многие другие. Ну, тоже там, собственно, состав складывается в течение двух-трех лет, конечно, это не чисто выпускной курс. Буквально второй там спектакль – это «Десять дней, которые потрясли мир», тоже у нас, по-моему, здесь есть, «Пауддину Рииду». Я сейчас не берусь его описывать и говорить об этой эстетике. Важен вот посыл, потому как в данном случае декларировалась так или иначе ориентация как раз на Бертольта Брехта, который у нас уже возникал. То есть эпический театр, как театр, непосредственно обращающийся к зрителям. Вот этот момент… То есть для чего это нужно было? Для того, чтобы как раз дать определенную социальную, уж не буду говорить политическую, но определенную социальную остроту. Этим театр на Таганке отличался всего остального. С одной стороны, вот эта вот легкая манера условности, вот этот условный театр, естественно, да? Значит, смотрите, вот не вдаваясь в подробности, вот здесь вот все очень-очень важно именно то, что необходимость какого-то вот стряхивания, так сказать, там этого, на вторине вырезания из болота, она есть, но для этого, конечно, средства используются совершенно другие. Вот идея того, что помимо вот этого жизнеподобия может быть условный игровой театр, но какого типа? А вот типа Брехта, один из главных принципов эпического театра, как это еще назову, да? Это вот принцип остранения, да? То есть зритель видит актера и видит персонажа. И актер на сцене выходит из образа персонажа и обращается в зрителя. То есть вот это вот существование актера как бы на двух уровнях. Отчасти этот принцип используется. С другой стороны, если, конечно, мы, так сказать, будем в это вникать именно эстетически, понятно, что это не был Брехтовский театр. То есть все равно это были актеры театра психологического, или даже конкретно системы Станиславского. Здесь важен был сам посыл, да? Возможность обратиться к любой эстетике только просто для того, чтобы сделать театр более живым, но в той же эстетике, которая была, так сказать, изначально, не ломая ее по большому счету. Но, естественно, так сказать, развивает. То есть, конечно, здесь используются другие средства, вызванные именно тем, что вот этой вот эволюцией театральной, это многообразие вот этих вот, так сказать, направлений, русский театр не проходил. Когда, опять же, это же было открытие в 50-е годы, когда после двадцатилетнего перерыва первые гастроли, и вот эти первые гастроли в 50-е годы, это был именно Берлина Рассамбуль Бертольта Брехта, да? Как явление совершенно отличное от вот этой тотальной системы Станиславского. То есть, вот, здесь другая ситуация. Но с другой стороны, конечно же, да, вот при том, что я сейчас вроде бы говорю о том, что 60-е годы отразились в театре и в эстетике, в культуре по-другому. Конечно, здесь трудно представить в России идею разрушения культуры как такового. То, что вот в Америке, в американском варианте, во французском варианте, при понимании вот всей этой ситуации как раз было, в общем, закономерно и понятно. Здесь по-другому, да? Так вот, с другой стороны, должен сам себя опровергнуть. Потому что на самом деле, конечно же, Россия находилась в тех же, в совершенно других условиях, но вот в том же самом мировоззренческом и культурном процессе. Просто реакция по-другому проявлялась. И вот в том-то и штука, что вот этот дух свободы, вот это вот проявление некой возможности стряхнуть это всё с себя, мы видим это во всём, и в театре в том числе, в Европе, да? И вот в этом смысле опять возвращаюсь к событиям 68-го года. И вот этот в данном случае не мая 68-го, а август, да? Оккупация Праги, которая, конечно же, не могла не отразиться на советском обществе. Я, между прочим, вполне хорошо помню день 25-го августа 68-го года. Правда, я был в Москве, и даже не в Петербурге, а в Риге в этот день. Но, тем не менее, то, что всем было ясно... Знаете, не хочется, конечно, очень далеко уходить в сторону, но дело всё в том, что, действительно, так сказать, чехи были таким совершенно братским народом. Вот. По разным причинам, да? И то, что возникала ситуация, когда, опять же, возникала микропропасть, да? То есть для одного из братских народов мы, опять-таки, становились оккупантами и захватчиками. И это же переносилось на отношения, естественно. И это проявлялось дальше, так сказать, там в чём угодно. И вот это вот ощущение, так сказать, нации оккупанта, конечно, оно, кроме кризиса и кризисного ощущения, никакого другого положительного результата дать не может. Можно себя обманывать как угодно. И вот при вот всей вот этой вот абсолютной свободе в этих 60-х годах, она тоже сменилась потом в другую сторону. Значит, вот этот дух 68-го года в Европе очень быстро повернул назад. Вот к этой стабильности и махровости 70-х. Но, тем не менее, так сказать, вот этот всплеск 60-х он был, да? А что же вот в России? При том, что, значит, на кухнях, как сейчас в Фейсбуке, да? То есть всем всё понятно. Вот, тем не менее, я думаю, что всё нормально. Потому что дело не в массовости и не в количестве. Потому что одним из вот таких прекрасных, как раз не безумных, а вот прекрасных проявлений в целом вот этих 60-х годов были как раз события 25-го мая на Красной площади. Я действительно полагаю, что вот достаточно было выхода 8 человек на Красную площадь, да, чтобы как бы оправдать, вот так сказать, там весь этот позор советский. И это… И по большому счёту этого достаточно, да? Просто вот ситуация, по большому счёту, именно та, которая описывается в пьесах, в театре, в руманах о социализмах, да? Когда личность берёт на себя, вот принимает этот удар, и тому же дело не в массовости. И вот всего-навсего 8 человек, которые как-то вот легли на другую сторону этих висок. Восемь человек, которые показали, что как раз Россия доходится в том же самом культурном, и мировоззренческом, так сказать, пространстве, да, в котором находилась вся Европа. Ну вот. А теперь мы вернёмся снова к Петру Брухову. Значит, в 70-м году возникает спектакль, 59-й номер, тогда у нас, «Соня в летнюю ночь». И вот это уже новая эпоха. Брух очередной раз подвёл некий итог своему творчеству. В 68-м году, смотрите, мы никуда от этой даты не денемся, выходит его первая и главная книга «Пустое пространство», где он формулирует термины «живой театр» и «мёртвый театр». Вот «мёртвый театр» — это как бы театр, который есть, и которая вот эта самая вот эта вот культура. Он есть. Он неплохой, он хороший и профессиональный. Но такой никому не нужен. Без него можно обойтись. А вот «живой театр», без которого обойтись нельзя. И там у него есть градации, он подробно пишет, есть, так сказать, «грубый театр», есть «священный театр» и так далее. Живой. В 68-м году он возглавляет международную труппу театральных экспериментов в Париже, и начинается его период, собственно, не французский, не парижский, а международный. Он работает теперь с международной труппой. И это фактически с 68-го года. А это как бы последний спектакль «Сон в летнюю ночь», который ещё поставлен в Англию. Вот. Значит, за это время он проходит, да, всё, вот, так сказать, там, король Лир с Брехтом остался в 60-х. Он проходит этот период «Арто» и идёт дальше. То есть вот это вот углубление в своей природе, поиск, так сказать, контактов между людьми помимо вербального уровня, выход на своё собственное бессознательное и построение на этом театрального образа сменяется, как вы здесь видите, да, вот некой, неким светом, яркостью. Посмотрите, какие здесь чисто театральные костюмы. «Сон в летнюю ночь» Шекспира, да. Вот комедия, где, так сказать, постоянные изменения пространства. Вот этот вот белый кабинет, он постоянный. Можно следующие там посмотреть кадры. Занято всё пространство, значит, и люди почти не касаются. Пэк, если мы помним с вами персонажей, он на ходу их ходит, может быть, он у нас там где-нибудь промелькнет. Значит, это всё, значит, вот эльфы, которые в этом... Леса нету, да, вот действия происходят. Значит, опять же, у Шекспира несколько мест действий тоже сюжеты, которые переплетаются в этой комедии, и они переплетаются. Значит, свадьба герцога Афинского, Тесея и царицы Амазоны Каполитты, рамочная линия, значит, ремесленники, которые для этой свадьбы готовят спектакль, произвела москлевую комедию о пирамиде Физби, да, это отдельно, и эльфы, обероны Титания, царица и царь эльфов, которые, значит, и ещё две любовные пары, которые в результате этого волшебства, так сказать, меняются местами. Вот это всё, так сказать, перепутывается. Значит, здесь, естественно, он идёт от внешнего. Фотографии не передают то, что всё играется на постовании разных стилей. Здесь элементы цирка, элементы клоунаты, да, значит, какие-то моменты как раз масочные. Предположим, вот, может быть, как раз тот на видео эпизод, который здесь есть, крохотим, мы увидим в конце, сейчас мы будем на него отвлекаться. Там использование приёмов китайского цирка, где, значит, вот этот волшебный цветок не в виде, значит, там, бутафорского цветка, да, а в виде тарелочки металлической, которая на палочке, да. Значит, в чём тут смысл? Живой процесс, она может упасть, вот она не падает, она, значит, вот она за счёт вращения, и они передают друг другу вот это, так сказать, чудо. То есть в том смысле, что он волшебный цветок, значит, с этим соком, значит, благодаря которому они там влюбляются друг в друга. Вот. А при этом это, значит, вот нечто, что-то, что живёт, что рождается здесь на сцене, и вот как бы оно живёт, пока, так сказать, этим управляет актёр. То есть в данном случае здесь как бы схема-то, это же тоже, так сказать, некий выход на подсознание, но наоборот, от внешнего приёма. Не из подсознания вот как бы к некоему вот реальному многоигровому процессу, как в Маратсаде, да, а именно от внешнего приёма, так сказать, углубления в себя. Пятый акт – это как раз вот это представление, где как бы театр у Шекспира, который всё время разрушается, да, ну то есть вот они, вот эти ремесленники, которые не умеют играть, они всё время оправдываются, что они там делают, как бы выходят из пространства, да, здесь это всё погружается как бы в некий полумрак, вот этот как раз кадр, когда оттуда, да, свечи зажигаются, свет гасится, да, и вдруг это приобретает какой-то вот, то есть какой-то уход, углубление в себя. Вообще, опять-таки, персонажи распределены как действия, вот так сказать, людей на разных уровнях, да, значит, вот Ипполита, Титания, Ипполита и Тесей, да, это как бы вот реальные люди, хоть и афинские герцоги, да, а вот Аберрон и Титания, да, это они же, но только как бы внутри, это как бы они во сне, да, это их, так сказать, там подсознание, те же самые актёры играют, и они сохраняют преемственность этих персонажей, этого у Шекспира, естественно, нет, вот, то есть это разные ипостаси вот людей, но опять же говорю, это идёт от внешнего приёма, а вот не от этого уже углубления, разрушения формы, ну вот, и вот в этом абсолютно самодеятельном спектакле, в пятом акте, наоборот, проявлялось что-то такое, так сказать, тёплое и естественное, в отличие от четырёх актов вот этой детальной игры вначале, с разными там цирковыми, клоунскими, эстрадными приёмами, а заканчивалось это всё выходом в зал к зрителям и единением, как бы, со зрителями, вот, так сказать, в этом вот пламени свечей. Вот. Короче говоря, вот мы взяли основных режиссёров, тем не менее, смотрите, вот место Петра Брука, на нём мы видим эту стремительную эволюцию, и 1962 год – это, в общем, одно явление, отражающее определённую икону, да, Марацат – другое явление, которое ариатомно представляет собой совершенно иное, да, и заканчивается вот 1970 год, то есть ещё, вроде бы, как бы последний год этого десятилетия, но тем не менее это новая эстетика, та, которая потом будет благополучно развиваться в театре 1970-х годов. Вот эти персонажи, раскачивающиеся на качелях во время диалога, они будут качаться все 1970-е годы, а в советском театре и даже, так сказать, в 1980-е они так всё и будут качаться без качелей, нигде спектакль уже не обходился. Вот, так что 1960-е годы – это, конечно, очень серьёзное и яркое, и безумное явление. На этом можно закончить. И могут быть вопросы после того, как передо мной. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, пожалуйста, я ожидала, что вы Сарайену всё-таки как-то упадете. Сарайену. Ну, видите, я всё-таки ограничивался, во-первых, в основном европейской культурой, в общем, за неё не выходил, и там, естественно, за бортом осталось, в общем, очень много, так сказать, явлений. И потом, всё-таки, понимаете, для меня, конечно же, была важна, прежде всего, сценическое воплощение, и поэтому, конечно же, просто другая логика. Но на самом деле, конечно, эти дела не ограничиваются. Это ещё много вопросов. Спасибо. Можно, да? Вот мы затрагивали именно театральный, как вот постановочный вопрос, актёрский. А вот какова была реакция зрителей на всё это? То есть как, они быстро ли привыкали к такому переходу? И вообще, как они реагировали на то, что они становились соучастниками? Да, ну, вот видите, я, конечно же, брал такие явления, которые вот состоялись, понимаете. Естественно, всегда бывает... Более того, пожалуйста, я так могу сказать, вот на примере того же Брука просто вам привыкли. То есть, грубо говоря, те примеры, которые мы брали, они, так сказать, положительные. Значит, у Брука спектакли, которые по-разному воспринимались. Вот, предположим, 68-й год спектакль, значит, я его называл «Буря», да? Наиболее как раз такой мрачный, чёрный спектакль, да? Где вот как бы как бы никакого выхода нет, и наоборот вся эта драматургейшек-фировская тоже разрушалась, да? То есть, и восприятие, в общем, было достаточно тяжёлым. И спектакль, который там не шибко, в общем, оказался, так сказать, там значимый. Это не значит, что он плохой. А в 69-м году, вот перед самым сном времени ночи, был спектакль, который вообще был не воспринят. Это был спектакль «Эдзип», но не по софоку, а пьеса Сенеке. При том, что, значит, главную роль играл один из крупнейших актёров, Джон Гилгут. Великий актёр к этому времени, абсолютно прославлен. Значит, Брук пытался реконструировать схему античного спектакля. То есть, вот там была как бы вот эта вот трагическая история, а Сенековым, конечно, куда тяжелее, чем леонегреческая трагедия. А заканчивалось это всё неким последним действием в виде такой дионисийской вакханалии уже после, так сказать, смерти, да? То есть, вот в этом структуру античного спектакля. И вот там как раз вот эта тоже мифологическая основа проявлялась, да? Ну, вполне я не могу так сказать, потому что довольно небольшая критика, так сказать, об этих спектаклях. Спектакль, который не был воспринят, прежде всего, из-за своей сложности. То есть, в результате суть для режиссёра очень важно. То есть, если переходит какая-то вот грань, которая либо слишком сложна для восприятия, как в своё время, там, в 30-е годы было с Артур, да? Либо, когда эта эстетика не совпадает со своим временем, вот для театра этот момент очень важен. Вот эти спектакли, они как раз вот были результатом уже некой предшествующей революции, и поэтому они вот ложились вот на эту такую усугублённую ситуацию в восприятии 60-х годов. Это пришлось на своё время, вот. И для художника очень важно, всё время немножко впереди, а не сзади, да? Но в то же время вот не отрываться. В этом психотерапе. Потому что можно взять картину, которая отследена через 20 лет, и это, в принципе, и бывает. Даже с фитературой бывает вполне. Можно писать в стол. С фитературой в стол ставить лифтя. То есть, если бы этот спектакль был поставлен на какое-то время позже? Ну, да, конечно. Конечно, нет. Это же не значит, что мы как бы всё время движемся только к просветлённому сознанию. Не в том, как мы раньше уже были на тысячу лет. Так что нет, в каждом случае это можно прогнозировать. И вот ещё по поводу зрителей тоже хотела бы спросить. Спектакль, который вот был поставлен вот на восьми площадках 1789, там же вот параллельно несколько спектаклей, и каждый видел для себя какой-то кусочек. То есть это подразумевало, что человек должен, зритель, прийти на этот спектакль несколько раз, чтобы увидеть каждого? Нет, нет, нет. Или это было совсем не обязательно? Нет, не обязательно, конечно. Да, это именно в некоторой тотальной развитии. Вы понимаете? Совершенно очевидно, что какие-то акценты, которые должны видеть все, да, в спектакле мы сделали так, что их видели все. А вот то, что можно видеть, можно только намеком, можно только услышать какую-то одну реплю, да. То есть вот у Роуна Фрёса тоже такой фронтный спектакль, да. То есть здесь вот не то, что вот мы видим вот конкретный кусок, который у нас был оплачен. Для воздействия на зрителя вот 60-е годы, да, и 70-е годы, да, вот очень важно, что он видит как бы часть, да. Он понимает, что он не может видеть всего, да. То есть вот он увидел этот фрагмент, и этот фрагмент не исчерпывающий, понимаете, да. Вот этот момент вписывания в некую незаконченную мифологическую структуру, он как раз важен. Кстати сказать, раз вы спросили по поводу вот этого спектакля, значит, в результате Ориана Мнушкина делает некую тревогию. Значит, через два года выходит спектакль 1793, называется, то есть последний год революции, да. И это уже Эрвис Пьер и вот это вот его фрагменты, да. И вот там совершенно другое пространство. То есть там наоборот, вот это вот вытянутое здание арсенала, значит, соответственно, там была одна основная площадка по длинной стороне этого зала, да. То есть вот не сцена, как здесь, да, а по длинной стороне. Значит, она была очень неглубокая, например, на полторане, это равно по всей системе. И какие-то еще половинные площадки. Вот вся эта компания Эрвис Пьера, она находилась вот как на плоскости, да. То есть вот они не в реальном объеме находились, да, а вот у них это вот реплюзивность, рельефность. И этим подчеркивалось абсолютно вот разорванность между вот этой вот цирической массой, да, и вот этой вот кучкой, так сказать, революционеров. Знаете, да, это совершенно другое пространство. А потом, значит, в 75-м году, как бы, третья часть, совершенно удивительный этот спектакль, он назывался «Золотой век», вот. И там, когда действие происходило в современности, вот это действие в современности, там, ну, вот эти вот лжистские, так сказать, события, лжицы, которые оказываются приже, но они были разыграны как бы трупами на недели рядах, да. То есть они были разыграны как будто о будущем в масках разыгрывает трупы в XVIII веке. Ну, поверьте. То есть это тоже вот всегда многоуровневости? Да, да, конечно. Обалдеть. И там, и там, и там, и там наклонность. А сцена была бы не такая, то есть выводили в Венгольске, а потом она сходила вот так вот, и уходила на флесники. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрим в сомнение днем очень. Нет? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ